Ахмед Сухарна Два десятилетия он единолично правил Индонезией. После объявления независимости в 1963 году Малайзия подверглась агрессии со стороны прокоммунистической Индонезии, которая без объявления войны решила оккупировать Восточную Малайзию. Это была первая необъявленная гибридная война в современной истории. Популистский коммунистический президент Индонезии Ахмед Сухарна установил в своей стране тоталитарный режим, который назвал «направляемая демократия». И он, и его коллеги в других странах, вот его поколения, исходили из того, что капитализм – это европейская гадость, это европейское изобретение, что их-то странам, в их-то странах живут добрые, богопоязненные люди. И мы такого не допустим. Вот нам только избавиться от этих негодяев, голландцев, англичан, французов и так далее, а у себя-то мы капитализма не допустим. Его призывы «все для простых людей», «долой колонизаторов» подкреплены лозунгами, которые были чрезвычайно популярны среди соотечественников. «Богоизбранный народ», «великая нация», «истинная вера». Сукарна очень любил СССР и всячески поддерживался Союзом. Он хотел создать монопольную власть по советской модели. В 1956 году он впервые посетил СССР. Государственный визит обставили с большой помпой. Главным событием должно было стать выступление первого президента Индонезии перед москвичами в Лужниках. Вот те порядка сотни тысяч человек, которые присутствовали на этом митинге, они расходились. Интересно было послушать такого великолепного оратора и выслушать какие-то идеи, которые не имели отношения к жизни россиян. То есть вот это одно из его сильнейших качеств – это ораторское искусство, причем в любой ситуации. Во время его выступлений на главной площади собиралось 700-800 тысяч человек. И он через усилители обращался с пламенными речами к индонезийцам. И просто площадь ревела. Вы знаете, он на них оказывал магнетическое просто воздействие. Вот в разгар речи скажи, бросайся туда, круши и ломай, бей, не раздумывая броситься, потому что так повелел Сукарна. Сукарна провозгласил лозунг «Собирание индонезийских земель» и поднял лозунг «Сокрушим Малайзию». Но войну Индонезия не объявила. Пропаганда объяснила, что война должна быть тайной, партизанской. В ряды добровольцев под воздействием пропаганды записался 21 миллион человек. И проблем с ополченцами, оружием и техникой не возникло. В 1960 году приехал с очередным визитом в СССР. Обнимался с Хрущевым и на кремлевских приемах провозглашал здравицы советским братьям. Расстроганный Никита Сергеевич в ответ назвал гостя великим творцом социализма и обещал без промедлений помочь с вооружением. В Приморье под Владивостоком создали учебный центр. Туда для подготовки индонезийских военных были переброшены лучшие специалисты советской армии. Крейсер. Прекрасный крейсер от Джаникидзе. Кстати, тот самый, который возил, или доставлял делегацию Хрущеву в Англию. Хрущеву и Булганина. Прекрасный артиллерийский крейсер. Это было, по-моему, 6 или 8 эскадринных миноносцев. Это было из десяток сторожевых кораблей 12 подводных лодок. Это было множество торпедных и ракетных катеров. Это то, что касается флота. Что касается авиации. Это было несколько эскадриней, мигов 17-х, 19-х. И даже 21-х, которые в 61-м году были у нас новинкой. Индонезийская армия многократно превосходила в численности и в технике армию Малайзии и воевала без опознавательных знаков. Представляя нападение своей армии на малайзийцев как ополченцев, повстанцев, которые воюют по своей инициативе против хунты. Правящая верхушка в Индонезии с помощью пропаганды, рассказывая о зверствах малайзийцев, вызвала взрыв националистических настроений в обществе, представляя необъявленную агрессию как намерение вернуть исконные индонезийские земли и называя Малайзию страной-недоразумением, марионеткой Запада. Запад ввел санкции против Индонезии, но они были недостаточны, чтобы парализовать агрессора немедленно. Парламент Индонезии предоставил Сукарна, рейтинг которого приближался к 100%, уникальный статус, пожизненный президент. Это не шутки, это факты из реальной истории. Независимое государство Малайзия обратилось за помощью к Великобритании с просьбой защитить ее от необъявленной агрессии со стороны Индонезии. Британцы прежде всего предоставили инструкторов и советников, которые начали проводить реформы во всех отраслях развития государства, но прежде всего в армии. Небольшой контингент британской армии, ударной частью которого стал 22-й полк САС и другие спецподразделения совместно с реформированной малайзийской армией использовали тактику скрытного патрулирования. Организация разветвленной разведывательной сети, диверсии и внезапные огневые налеты на части агрессора нанесли противнику большие потери. Агрессия в Восточной Малайзии была вначале остановлена, а затем оккупант понес более серьезные потери. После того, как груз-200 пошел в Индонезию тысячами, война стала очень быстро непопулярной. Правящий индонезийский режим боялся прекратить войну, чтобы не спровоцировать недовольство населения, которое поверило в острую необходимость присоединить к себе кусок джунглей и защитить права коренных племен от малайзийской хунты. В то время, как в Малайзии проходили быстрые реформы, Индонезию лихорадило. Перспектив для бизнеса не было. И несмотря на статус пожизненного президента, Сукарна стремительно терял доверие и поддержку. Спустя три года войны, не имея возможности победить, коррумпированный тоталитарный режим в Индонезии пал под давлением экономического кризиса и международных санкций. Верхушка индонезийских силовиков свергла Сукарна, чтобы восстановить отношения с Западом и снять санкции. Сукарна был обвинен в коррупции, в доведении нации до политического, экономического и даже морального кризиса. Его не отдали под суд, но до конца жизни он жил в полной изоляции от внешнего мира. Он умер спустя четыре года после окончания войны. А война стала знаменитой, потому что Малайзия и Британия выиграли ее за счет сочетания политических, экономических, информационных и военных решений. Причем война велась не шаблонно. Целью боевых действий было не удержание территории, а полное уничтожение ударных подразделений противника, ликвидация тех лидеров-боевиков, которые проявляли наибольшую активность. История войны в Восточной Малайзии преподается и изучается во всех западных военных академиях, как пример достижения победы с минимальными затратами и минимальными потерями при полном сокрушении противника. Ключевую роль в войне сыграло гибкое интеллектуальное планирование, компетентное командование, грамотный анализ обстановки и совершенное применение спецподразделений, а также ударных армейских частей, которые обеспечивали действие спецназа. Когда в следующий раз покажется, что санкции и поддержка Запада не действуют, нужно вспомнить историю о собирателе земель индонезийских. Его позорную тактику ведения войны, невероятный рейтинг и участь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова